Авиадарт И представитель войсковой части, организатор турнира Роман Масейкин Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, о предыдущих этапах конкурса «Авиадартс» Их было три Мы знаем, что по итогам всероссийского конкурса вы заняли почетное первое место Чтобы было общее понимание, что такое конкурс, я немножко о нем расскажу Конкурс «Авиадартс» — это конкурс по воздушно-огневой выучке летных экипажей Военно-Воздушных сил России Значит, российская часть состояла из трех этапов Первый этап проводился конкретно в войскных частях, где в конкретной войской части по родам и видам авиации определялись лучшие экипажи Второй этап проводился уже в армиях, также по родам и видам авиации И третий этап проводился в городе Воронеже, где определялись лучшие экипажи среди военно-воздушных сил России в общем На третьем этапе, как вы уже сказали, мы конкретно в своей дальней авиации заняли первое место А почему в Рязани принято решение проводить конкурс «Авиадарса-2015»? Во-первых, у нас неплохая материально-техническая база из самого аэродрома и полигона Дубровича. Во-вторых, наверное, все-таки близость к Москве, полигона Дубровича – это наиболее близкий к Москве полигон для того, чтобы зрители, кто хочет посмотреть соревнования, могли без проблем подъехать и посмотреть этот конкурс. Очень зрелищный, очень красивый. Мы туда всех приглашаем. Какие этапы конкурса? Поподробнее, международный этап. Что будет, сколько дней, когда, где, во сколько? Конкурс у нас продлится несколько дней. Первый этап конкурса – это у нас «Авиамикс». «Авиамикс» – это показ авиационной техники. В нем примут участие такие легендарные наши самолеты, как Су-24, Су-25, Ту-22. Новинки отечественного самолетостроения МиГ-29СМТ, Т-50. Выступят пилотажные группы «Соколы России», «Стрижи», «Витязи», «Беркуты». Затем будет этап непосредственно «Авиадартс», на котором покажут свое мастерство, будут соревноваться в мастерстве пилоты четырех стран. На данном этапе у нас примут участие страны Россия, Республика Белоруссия, Республика Казахстан и Китайская Народная Республика. Завершающий этап у нас пройдет 8 августа на аэродроме Дягилева, Рязань. Также приглашаются все желающие посетить это мероприятие. Там будет торжественная часть, то есть награждение победителей, вручение призов, концертная программа и наземный показ авиатехники. То есть могут все зрители подойти, сфотографироваться, посмотреть непосредственно эти самолеты и вертолеты, которые принимали участие. Ну, на этом конкурс будет завершен. Давайте это сразу обсудим. Как каждый желающий сможет посетить конкурс? Как будет организован доступ к аэродрому? Билеты? Платно? Это бесплатно? Доступ у нас бесплатный. На полигон Дубровича у нас будет организован рейсовый автобус с автовокзала Приокский. В Дягилевский городок на аэродром будет свободный доступ, то есть все желающие могут прийти. На аэродроме Дубровича будут развернуты трибуны на 4,5 тысячи мест, но вообще общее количество зрителей предполагается до 12 тысяч человек, возможно, посещение. Поэтому все, кто желает, милости просим к нам. В принципе, каждый желающий может на своем даже личном транспорте подъехать к трибунам. По всему городу будут расстреляны рекламные баннеры, где будет конкретно указано, в какие дни будет проводиться конкурс, каким образом можно будет туда доехать. То есть информация, в принципе, по Рязани будет без проблем. И вы, как участник конкурса, как участник соревнований, расскажите, пожалуйста, кухню соревнований изнутри. Как участника основной этап конкурса у нас будет состоять из двух дней. То есть у нас будет оцениваться очень много элементов, такие как воздушная разведка, боевое применение, выход по времени на цель, преодоление ПВО противника и еще ряд элементов. Работа командира будет оцениваться на посадке, будут оцениваться два элемента. Поэтому вся часть именно конкурса, который будет оцениваться, разбита на два дня, потому что в один день просто столько элементов уложить просто невозможно. Скажите, пожалуйста, в каких числах когда будет проходить конкурс? Международный конкурс у нас будет проводиться со 2 по 8 августа. 2 августа у нас показательные выступления ВИАМИКС, 5-6 непосредственно полеты по плану Авиадарт, соревнования экипажей. И 8 числа закрытие конкурса, торжественная часть вручения подарков, демонстрация, наземная демонстрация авиационной техники. Я так понимаю, что взрываться и греметь все будет по-настоящему. Расскажите, пожалуйста, про безопасность. Допустим, мне как зрителю, будет ли мне страшно или все уже будет спокойно и хорошо? Страшно вам не будет, вам будет очень интересно. Да, действительно, взрываться будет все по-настоящему, будут взрываться настоящие бомбы, настоящие снаряды. Но безопасность будет соблюдена, вы даже не переживайте. Вы будете ощущать ударную волну на конечном этапе. Но полигон подготовлен, все для безопасности сделано. И по расстоянию, и по времени здесь никаких проблем не будет. И вообще конкурс со стороны, да, будет смотреться как конкурс. Слитим будет интересно. Отлично для нас, для участников. Это будет обычная работа рядовая. Мы также начнем день с постановки задачи, прохождения медосмотра у врача. Придем на самолет, подготовим технику, сядем и полетим. Выполним, так сказать, обычную нашу работу, как в обычные дни. Вот и все. Почему так мало стран-участников? Ну, видимо, здесь вмешались объективные причины. Те же санкции, наложенные на нашу страну со стороны западных стран. Вот, давление на страны, которые были приглашены. Потому что приглашалось очень много стран, включая даже страны южноамериканские. Но, видимо, объективные причины сыграли свою роль. Скажите, пожалуйста, какие типы самолетов и вертолетов будут в конкурсе принимать участие? В конкурсе будут принимать участие, в принципе, все существующие типы самолетов и вертолетов, которые стоят на вооружении в данный момент у нас в Воздушных силах России. Это самолеты и дальней авиации, и оперативно-тактической, истребительной, и фронтовой-бомбардировочной. В принципе, будет летать и стрелять будет все, что мы имеем на данный момент в наших военно-воздушных силах. Будут ли участвовать показательные пилотажные группы «Соколы», «Стрижи», «Витязи» и в какой день зрители смогут их увидеть? 2 августа на этапе «Авиамикс» будут принимать участие в показе «Соколы России», «Витязи», «Стрижи», «Беркуты» пилотажная группа на вертолетах. Также мы ожидаем, что выступление пилотажных групп будет 8-го числа на аэродроме Дягилева на закрытие конкурса. Давайте пригласим телезрителей, желающих пустить конкурс. Да, мы с удовольствием приглашаем всех, кто интересуется авиацией, интересуется нашей армией, кому интересно все это посмотреть и увидеть, ну и даже всех людей абсолютно. Мы обещаем, что это будет очень интересно. Я напоминаю, что в нашей студии сегодня участники и организаторы международного этапа конкурса «Авиадарс» Павел Поливкин и Роман Масейкин. Мы желаем вам успешного выступления, победы, точного бомбометания. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. До свидания, увидимся с вами снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова